Согласно методике Международной организации труда, безработным считается человек в трудоспособном возрасте, в России от 15 до 72 лет, который не имеет работы в течение некоторого времени и не является самозанятым, при этом предпринимает усилия по поиску работы и готов к ней приступить. А занятым считается человек, отработавший хотя бы один час в неделю, или все же, если не работал, то по причине сменной работы, гибкого рабочего графика и отгулов за сверхурочную работу. Это означает, что в категорию безработных не попадают те, кто по причине кризиса был переведен на сокращенную рабочую неделю, отправлен в простой и неоплачиваемый отпуск. Несмотря на то, что человек не может реализовать свое право на труд и продать свою рабочую силу в полном объеме, зоркий глаз Росстата его не заметит. И таких в нашей стране становится все больше. Это признал и глава Минэкономоразвития Решетников, заявивший, что по ряду отраслей и предприятий наблюдается рост неполной занятости. Люди, попавшие в эту категорию, становятся частью относительно новой в истории капитализма социальной группы – прекариата. Понятие прекариат образовано от двух слов – латинского precarius – временный, приходящий, и пролетариат – социальный класс, отчужденный от результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах господствующего класса. Таким образом, прекариат является подмножеством пролетариата, отчужденного не только от результатов труда, но и от всего общества и испытывающего на себе особые, изощренные формы угнетения. Этот феномен возник относительно недавно. Люди с временной занятостью и сезонной работой в той или иной мере, конечно, всегда были в истории каждого общества, например, крестьяне, занимавшиеся отходничеством. Но столь значимую роль в производительных силах они стали играть только в современном мире, который в последние 50 лет живет в политико-экономической парадигме неолиберализма. Суть этого явления сводилась к отрицанию практики государственного планирования и регулирования. В свете этих идей мир рыночной экономики виделся как свободное пространство, в котором трудовая деятельность, прибыль и, соответственно, инвестиции без всяких ограничений перетекают туда, где для капитала нет никаких препятствий. Идеологи неолиберализма резко выступили против социал-демократической политики, которую в той или иной мере исповедовало в послевоенное время большинство стран Западной Европы. Неолибералы сочли, что социальные гарантии для рабочего класса и уступки профсоюзам неизбежно ведут к замедлению экономического роста, понижению эффективности производства, снижению нормы прибыли. Кстати, этот интересный вопрос мы уже разбирали в одном из роликов. В конечном счете, эта установка привела к тому, что бремя рисков и все заботы об общественной и личной жизни легли на плечи самих людей. Неолиберализм 80-х годов нашел яркое воплощение в политике Рейгана и Тэтчер, что в самом деле привело к реальному повышению рентабельности бизнеса. Но одновременно началась колоссальная деформация социально-классовой структуры, выросли неравенство и безработица, что вызвало появление тех самых социальных групп, позиции которых стали расплывчатыми, неустойчивыми и неопределенными. Так возник прикариат.